Я могу начать с разъяснения. Дело в том, что я не могу сказать, что коллективный Запад полностью отказался от права. Они занимаются подменой понятий, они берут по форме некие правовые институции, правовой опыт, исторический, правоприменительную практику и искажают ее. Вот то, что мы сейчас видим на примере Международного уголовного суда, как бы к нему мы не относились. Мы не ратифицировали статут, мы системно не воспринимаем эту организацию, мы видим ее изъяны и при организации, и при реализации ее деятельности. Но как бы к ней не относиться, это же каждая сторона индивидуальность выстраивать отношения. Наша позиция такая, кто-то воспринимает для кого-то этот свет в окне, но, еще раз, это нормально по-разному относиться, исходя из своих законодательных основ, своего ценностного какого-то взгляда. Ненормально другое. Ненормально то, что, как на днях заявил Сенат США, Соединенные Штаты Америки намерены вводить в санкции в отношении Международного уголовного суда, если он будет принимать решение в отношении американских союзников. А если он, ну, если в отношении США это само собой, там сразу, видимо, так сказать, расстрел на месте. А вот если будет выносить решение против врагов, видимо, это нормально. Вот это и есть то, я сейчас уже сама ни себя не повторю, артхаус, декаданс. Итак, запомнили. Декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн-биполярность. Мария Владимировна, спасибо. Я думаю, что этот термин, он приживется.